Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в руках следующая. Боль и шумы в ушной раковине, либо в ухе. Пожалуйста, обратите внимание, как проходит данный меридиан тонкого кишечника. Вы сразу ответите, в каком состоянии ушная раковина. Чаще всего обращаются люди уже, скажем так, преклонного возраста на свой слух. Частенько. Люди с таким упреком, что от чего может падать слух, скажем, от чего шумит в ушах. А почему уши закладывают чаще всего? Что может быть? Но здесь я вам не отвечу однозначно. Почему? Потому что давайте разберемся. Ушная раковина символизирует почки. То есть уже нужно знать, в каком состоянии органы меридиан почки. Это первое. Около ушной раковины проходит не только меридиан тонкого кишечника, но еще проходит меридиан желчного пузыря. Тройного обогревателя. Вот вам уже три нюанса, которых нужно знать. Ну и, конечно же, согласно практике, можно сюда еще добавить меридиан желудка. Пожалуйста, вот уже четыре аспекта. Ну и, конечно же, пятый аспект. В каком состоянии меридиан тонкого кишечника. Вот вам ответ. Вы добьетесь улучшения, скажем так, своего слуха. Сможете побороть шумы в ушах, боли в ушах, если будете знать вот этих пять аспектов, которые вы услышали в данном видео. То есть, однозначно сказать нельзя, может ли эта точка помочь сразу. Но диагностика 12 меридианов и акупунктурные точки вместе помогают не на 100% поднять слух, но все-таки, что помочь. При всеразличных болях в ушной раковине, при всеразличных шумах и при снижении слуха у человека, как у ребенка, то же самое. Потому диагностика 12 меридианов является неотъемлемым. Ну а если, допустим, болезнь вас застала врасплох и вы чувствуете, что продули ухо, началась боль, начался шум, то сразу же массажируйте данную точку. Она вам поможет активизировать энергию циммеридиана тонкого кишечника, который, что придет на помощь и будет помогать вам в разрешении данной ситуации. Здесь главное не медлить, не дать этой энергии зайти в себя и руководить вами. Спасибо за внимание.